И ЛИТА! Расплюй! Продакшн представляет! Была, типа, такая же карта в первой... Блин, в первой ДОТе? Нет, в Варкрафте. Ну вот, ну путаюсь, я уже просто привык к ДОТе. Была подобная карта в Варкрафте, но это было так давно, я уже вообще не помню, что там было. И тут я случайно нахожу эту карту в новой версии ДОТа, да? ДОТа 2 Reborn. Нахожу, смотрю, просто великолепно. То есть эту карту подогнали под новый движок. Невероятно интересная карта. Ну вот, почему многих цепляет ДОТа, да? Ну, давайте откровенно поговорим на эту тему. В первую очередь, обилием, да? Обилием способностей у героев, обилием самих героев и предметов. То есть человек может просто сесть, подумать, а что если я возьму такого героя, да, соберусь так-то, прокачаю так-то? Все! Появляется задумка, и он идет играть. Профит. Вот, то же самое в этой карте, да? Суть этой карты в том, что вам доступны, ну, практически все способности всех героев. И вы собираете своего героя по частям. То есть вы выбираете, какие у него будут скиллы. Вы собрали своего героя, и потом он попадает на арену против мобов. Мобы, ну, против, короче, против крипов. То есть, в этой карте вы не будете драться против других игроков. Поэтому в эту карту можно играть одному, на локальном лобби. То же самое будет, что с другими игроками. Ну, к сожалению, вот вы видите, сейчас здесь набралось 10 человек, и чтобы загрузились 10 человек, это почти нереально. Но, ладно, данное начало я прикреплю к следующей игре. Все, мы возвращаемся обратно. Все же я решил сделать локальное лобби. Какие плюсы? Во-первых, в этой игре не нужны другие игроки. У каждого своя арена. И, во-вторых, не нужно ждать, когда загрузятся все остальные. А вы сами понимаете, 10 человек, чтобы загрузились, это огромная удача. Так что я вам советую, играйте в локальном лобби или одни, или с вашими друзьями. Еще, заметьте, такой баг есть в игре. Когда играешь с другими игроками, да? Если кого-то из них убивают, они типа возрождаются на базе, и все, и всю игру сидят на базе. Логика непонятна. Теперь давайте соберем своего героя. Пока грузилась карта, мне пришла в голову интересная идея. Пойти через пассивочки. Давайте попробуем собрать супертанка. Еще, по-моему, есть баг. Я не советую вам брать существо. Ваше существо. Лучше не ставьте. По-моему, тоже с ним игра может сломаться. Ну, то есть у вас герой будет сидеть на базе. Все, вот у нас магазин. Подходим к магазину, покупаем. Всегда покупаем колбы регена. Тем более, они регенят моментально. Не нужно ждать по времени. Также еще, смотрите, лайфхак. Вы можете нажать на паузу, да, и рассматривать магазин, выбирать себе способности. При этом время остановлено. Это очень удобно, потому что 40 секунд на поиске очень мало. Не хватает 40 секунд. Видите, здесь есть минус в том, что когда вы прокручиваете список, да, у вас также и камера реагирует на колесико. Ладно, моя задумка. Я хочу... Я его специально, это, пикал, это... Ну, взял, Бристалбека, да, чтобы пойти через его спинку. Поэтому возьмем его спину. То есть мы будем уменьшать входящий урон. Будем стоять спиной. При этом у нас будут шипы. А в чем же задумка? Мы возьмем еще две пассивки. Пассивка Зевса и пассивка Шейки. Кера, вы понимаете? Это будет вообще машина смерти. Также мы в магазине можем покупать очки способностей. Мы их получаем после арены, да, за каждую арену по два очка. Можем сами покупать. Они стоят очень дешево. Всего лишь 150 монет. Это очень дешево. Давайте пока купим себе спинку. Сейчас кнопочка не реагирует. Ладно. Первое существо, оно довольно легкое. Почему-то я не могу его бить. Вот, все. Странно, мне почему-то не работает горячая клавиша. То есть здесь написано V, W. Да, я жму, но она не реагирует. Ну ладно. Первый крип, ну видите, это ошибка. Здесь просто модельки у него нету, у других будет. Он самый простой. Вообще нужно было взять пассивки. Я неправильно пошел. Зря начал максить себе спину. Надо было взять пассивки сначала. Поэтому пойдемте искать пассивки. Вот пассивка Шейкера и пассивка Зевса. Они имеют магический урон и они будут реагировать на мои шипы. Вот, вы видите, да? Также я прям сейчас давайте куплю себе еще очки способностей и за максим пассивки. Ну, просто я хочу нагибать, понимаете? Я говорю, преимущество этой карты разнообразие. Вы можете сесть и подумать, что же собрать своему герою. А вариантов очень много. Можно через уклонение. Например, взять уклонение Вайда. Можно взять микростан Тинни и так далее. Можно пойти чисто через криты. То есть, становимся спинкой и пробиваем. Смотрите, видите, срабатывает. Опа. То есть, у нас, получается, станет пассивка Шейкера и наносит урон. Также урон наносит и пассивка Зевса. Там идет чисто процентный урон. Это очень важно. Теперь мы будем копить себе на перчатку. Она дает нам здоровье, самое главное. Потому что вы можете собрать там себе суператаку, но у вас будет 500 хп. Это мало. Этого очень мало. Хотя я не буду копить. Я просто сделаю так. Я замакшу, куплю еще 2 очка способности. И замакшу пассивочку. Все. Дальше можно уже потихонечку прокачиваться. Мы можем выбрать 6 способностей. Всего лишь 6. И мы можем продать в любой момент способность на этой закладке. Здесь мы продаем. Здесь информация о создателях. Давайте посмотрим. Самое главное поворачиваться спиною. Опа. Вы видите, да? Изи-бризи. Я ломал стекло. И ломал систему. Отлично. Но деньги пока тратить не будем. Также можно взять пассивку алхимика. Которая на монеты. И можно зарабатывать бабло. Но я не знаю, насколько это будет эффективно. Что я сейчас возьму? У нас еще есть 2 способности. Я бы сделал так. Можно копить на ультимейт. Потом мы возьмем давайте пассивку Тимберлейк. Тимберлейк. Ой, Тимберсав. Извиняюсь. А, Тимберлейк. Это его старое имя. Давайте нажмем паузу. Напомню вам. Мы ставим паузу, чтобы успеть по времени. И ищем. Очень тяжело искать способности. Потому что глаза разбегаются. Глаз на жопу лезет. Ну, что поделать. Еще раз давайте внимательно. Тимбер. Тимберсав. Хочу сказать Тимберлейк. Тимберсав. Можно взять способности на замедление. Типа у Козы, да? Также у Вайпера. Тоже шикарно будет. Ладно. Так, подождите. Я ищу Тимберсав. Так, лакверка. Вот он, вот он, вот он. Где его пассивочка? Вот она, пассивочка. Когда нас атакуют, у нас увеличивается реген и броня. Ну, давайте попробуем. А нас же будут атаковать. Вы прикиньте, какой это танк? Это супертанк. Вы понимаете? Это машина для убийств. Ну, давайте попробуем. Мне интересно, до какого уровня я дойду. Я доходил до 13 уровня и погибал. Ну, там будет вообще жестко. Еще смотрите. Здесь крипы постоянно разные. Вы видите, как больно бьют? Больно бьют. Спинка работает. Все заработала. Спинка. Какой у них дамаг-то? Реально больно. Поэтому давайте мы сейчас замаксимим нашу спинку, чтобы вообще уменьшить урон. Очень сильно. Так. Ищем. Где наша спина? Можно просто, например, искать по цветам. Если вы знаете все скиллы наизусть, вы понимаете, каким он цветом. Вот моя спинка. Правильно? Да. Все. Теперь смотрите. У нас 500 хп. А, вот почему пробивают. У нас жизни нету. Покупаем перчатку. Обязательно. Теперь 1000 хп. Дальше можно... Давайте накопим на... Акс. На акс. Хо. Там у нас будет 50 к силе, да? И к урону. 50 к силе. А здесь сколько? А здесь просто к здоровью. Ну, акс. Хотя, давайте, наверное, перчатку еще раз соберем. Она нам дает, видите, здоровье дает. И самое главное, броню тоже дает. Смотрите. И еще разок. Ауууу. Е-е-е-е. Здесь, видите, в чем особенность. Во-первых, крипы всегда разные. То есть, не каждый уровень одно и то же. Они меняются. Во-вторых, они не всегда идут по возрастанию. Да? От слабых к самым сильным. Наоборот. Они могут быть сильные, слабые. Слабые, сильные. То есть, чередуются. Давайте уже прокачаем шипы себе. Хотя, я не знаю, есть ли смысл их прокачивать. Типа, увеличивается урон. Но нам урон, в принципе, не важен. Нам просто нужна способность дешевая, да? Чтобы срабатывали пассивочки. Мы купим тогда еще одну перчатку. Что у нас здесь есть? У нас есть, типа, рапиры, да? 450 урона. Но я вообще не думаю бить. Я думаю спиной стоять. Нам бы больше на хпшечку. Также можно купить аегис. То есть, вы просто один раз умираете и все. Ну, псы. Ну да, меня не пробить. Я непробиваемый парниша. Пух. Только давайте договоримся, да? Вы не делайте, как я. Это слишком легко будет. Я хочу вам показать лучшую раскачку, которую я сам придумал, пока грузилась карта. Ну, пока я ждал других игроков. Вы придумайте что-нибудь свое. Я уже говорил. Можно собраться через уклонение, да? Пассивочки. Можно через баши. Можно там через неуязвимость. Кстати, здесь будут очень сильные крипы, которые нас будут убивать с одного удара. Можешь купить аегу. Ладно, пока мы, в любом случае, покупаем перчатку. У нас есть два очка способностей. Давайте мы тогда замаксимум шипы. И перейдем к пассивке тимберсал. Где он? Где он? Где он? Я перего потерял. Ешь твою коломить. Можно, например, взять пассивки урсы. Успел, молодец. Так, давайте все же найдем. И замаксимум. Вот она. Не хватает одного очка. Ну, давайте купим одно очко. Все-таки замаксимум. Реально, глаза разбегаются. Но вы потом привыкнете. Хорошо. Еще смотрите, есть такая тема. Когда вы на базе используете любой скилл, да, активный, у вас идет КД. Но, если вы используете прям перед началом, да, арены, то у вас КД обнуляется. То есть на вас будет работать способность, но у вас не будет КД. Вы сможете два раза использовать способность, короче говоря, подряд. Ну, давайте последний раз купим перчатку. Будет 2000 хп. И будем уже собираться в другие предметы. У нас будет сейчас очень много брони. Примерно с пассивками. Может быть, дойдет до 60, до 70. И давайте сделаем так. Пойдем искать себе, ну, в смысле, ультимейт. Ультимейт. Что же мне взять? Про ультимейт я даже не знаю. Надо подумать, куда нам взять ультимейт. А, я придумал. Точно. А, тихо. Я придумал. Не ультимейт. Смотрите. У нас магический урон пассивочка. Магический урон пассивочка. Здесь физический. А давайте, знаете, что мы возьмем? Чтобы была имба. Мы возьмем пассивку Титана. У Рубика пассивка увеличивает магическое сопротивление у союзников. А что делает у Титана? У Титана пассивка уменьшает магическое сопротивление. Там еще обнуляет, по-моему, броню у него. Так, давайте поищем. Титан. Где-то он с этой стороны, по-моему, был. Просто запоминайте по цветам. Вот она. Снижает броню. 100% брони снижает. И снижает сопротивление магическое. Магический урон, да. Отлично. Это будет такая имба. Имбовая имбища. Имба. Имбецил. На, пес. Нет, не имба. А, видите, в чем проблема? У них пассивка. У них иммунитет. К маг урону. Ну, ладно. Все равно мы их убиваем спокойно. Кстати, да. Обратите внимание, что есть крипы, у которых магическое сопротивление. Ну, в смысле, магический иммунитет. Ну, и все. Максим, максима пассивку Титана. Где она? Где-то она вверху была. Вот она. Все. У нас 6 способностей. В принципе, мы больше ничего с ними не сделаем. То есть, нам остается просто играть. И копить деньги. Копить деньги. Давайте подумаем на что. Эти книги, они просто увеличивают наши характеристики. Это ловкость, интеллект, сила. Это все подряд. Айегу. Мы купим у нас сейчас Айегу. Я продам тогда это и куплю себе Айегу. Сделаем так. Ну, один раз, может быть, поможет когда-нибудь мне. Ну-ка, глянем. Будет пробивать? Ну, пьет. Нормально. Встаем спинкой и... Три нажатия. Ау-у-у-у. Е-е-е-е. А, еще не все, да? Так, еще не все. Ладно. Все. Ну, это, в принципе, не самый сложный враг. Сейчас будет посложнее. Скоро будет босс, по идее. Фу, господи. Вот эта игра, она может появиться. Честно вам говорю. Вот. Ну, пока что, видите, недоработанная. Но это бета. Зато потом, прикиньте, да? Это все доработает. Это будет шедевр. Просто шедевр. Надоело, Дота? Играй в кастом геймс. Профит. А давайте купим это. У нас будет 3100 хп. Ну, и все. И один салота босса. Ну, рапиру смысла нету. 450 дамаги. Но нам дамага не нужна вообще. Мампиризм не нужен. Мы не бьем с руки. Давай тогда мы купим еще. Потом себе акс. Окей, го. Вот этого босса я проходил. Потом еще будут 2 уровня. Мне интересно, сколько есть вообще уровней. Братюня, бей меня в спинку. Он это не пробивает. Ну-ка, сколько у нас реген? 68? У нас реген 70 хп в секунду. Жалко, что предметов мало. Я купил какую-нибудь тарасочку. Эх, братюня, братюня. Как мне тебя жалко. Это босс, да? А у него есть иммунитет? Видите, мы уменьшаем броню и так далее. Ладно, все, давайте убьем. Не будем тянуть время. Шипы, поехали. На, пес. Нифига себе. Вы видели? Лаг был, да? Охренеть. Это реально, это я вернулся обратно во времени. И два, это еще раз убил. Я два раза его убил подряд. Такого никогда, такого не видел. Никогда. Хотя, фиг его знает. Этого мало. То есть, надо что-то придумать такое, чтобы убить всех врагов. Можно попробовать взять, короче... О, сейчас босс будет. Можно взять стрелу Мираны, да? И кинуть вот сюда вот врага. И там и ультимейт Зевса. Ну реально, подумай. Можно реально врагов поубивать других игроков. Так. Сейчас надо быть очень осторожным. Ох ты, пес. Сколько у тебя? 800... 30 тысяч хп. Неплохо, чувак. Ну как неплохо? Ты простой бомж для меня. 30 тысяч хп. Мы убиваем его. Спокойно. 30 тысяч хп. Понимаете? Слово такое есть. Хп. На, пес. Он меня бьет вообще? Короче, я... Все, я сломал игру. Автопобеда, можно сказать. Вообще здоровья не отнимают у нас. Ну давайте еще последний разок. Видите, мы у него броню до нуля. У него минус 17 брони. Благодаря пассивке Титана. Минус 17 брони. Да убит это говно уже. Все. Нам денег вообще не дали практически. 5 тысяч 800. Сейчас у нас... Офигеть. 82 единицы брони. Еще плюс пассивки. Ну под 100 брони уже. 125 урона. В принципе, здесь уже даже пассивка. А, она станет. Она нужна, она нужна, да. Только из-за 100 нам нужна пассивка шейкера. Ну, босс, давай. Тихо, тихо, тихо. А, вот это уже не честно, чувак. Что такое? Таракан? Это и Рики такой, что ли? 2000 атака. Ну, смотрите. 2000 атака. 36 тысяч у него здоровья. Вообще ничего не делает. Да. Имба. Мы собрали имба героя. Просто имба. Куропатка, лол. Татья, Рики типа тоже собраны? А, нет. Только одна способность у него. Татья, а можно было сделать так, чтобы у нас враги тоже были собраны, да? То есть, разные способности у них были. Можем вообще бы сделать, чтобы враги, да, у них были рандомные способности. То есть, программа рандомно выдавала ему способности, и он выходил против нас драться. Там всякие пассивки были, активки. Прикольно было бы. Ну, мы победили здесь, короче. На, пёс. Просто по лицу по надавал. Наконец-то! Наконец-то! Я победил! Господи, как это было долго! 39 сраных уровней! 39! 39 уровней! 60 очков умений свободных и под 9000 хп! Реально, я собрал имба-героя, но 39 уровней это слишком долго! Это очень долго! Ну что ж, мы победили! Поставь лайк! Напиши комментарий! Подпишись на канал!